Доброго времени суток! Вы на моем канале, меня зовут Татьяна. Я вас приветствую в доме Таро и Котиков. Ну что ж, сегодня будет расклад для мужчин, для них любимых, для вас родимых. Я делаю сейчас расклад. Первый раз я работаю только исключительно для мужчин. Этот расклад также подойдет женщинам, которые хотят прокачать свою мужскую половину, либо которые ощущают себя в большей степени мужчиной, либо жизнь заставила на данный момент ощутить себя мужчиной. Как стать мужчиной? Именно мужчиной с эзотерической точки зрения, именно настоящим мужчиной, мужчиной-императором. Я сейчас хочу такой вот сделать расклад. Как стать мужчиной? Так, ну смотрите, что здесь нам карты говорят. Очень интересно, кстати, говорят. Они говорят, что для того, чтобы стать мужчиной, тебе надо перестать бояться быть мужчиной. Потому что быть мужчиной – это не позиционировать себя как мужчина, не рассказывать о себе как о мужчине. Здесь нужно им просто быть. Потому что здесь человек, который сейчас пришел сюда на данный расклад, он на данный момент, да, он себя действительно мужчиной, скажем так, до конца не ощущает. И это его пугает. Потому что когда ему приходит, он себя именно позиционирует. Он очень любит красиво говорить о себе, да. Ты очень светистое о себе любишь рассказывать, очень красиво любишь говорить. Ты говоришь о том, какой ты прекрасный. Ты говоришь о том, как ты можешь взять за женщину ответственность. И вот эта вот фраза у тебя, я же мужчина, я же мужик, она у тебя с языка просто не сходит. Но на самом деле, на самом деле, когда дело доходит до дела, когда дело доходит, когда нужно действительно выполнять поступки мужские, да, ты пугаешься, ты прячешься, потому что тебе кажется, ты в тот же момент превращаешься из рыцаря, да, ты превращаешься в пожар, у тебя как будто что-то разрушается, да. То есть вот это вот ощущение императора, оно у тебя действительно, тут смотри, как интересно. Ты станешь мужчиной только в том случае, если ты возьмешь за себя ответственность, на себя ответственность за женщину. Здесь очень интересная вообще карта, говорят, они говорят, что ты станешь мужчиной через женщину, потому что вот здесь лежит женщина, вот здесь лежит союз с женщиной, и вот здесь вот лежит женщина. То есть здесь я вижу, что есть мужчины, которые бросили своих женщин в поисках лучшей своей участи, лучшей какой-то своей доли. Есть мужчины, которые бросили семьи, есть мужчины, которые сбежали от ответственности. И вот смотрите, до тех пор, пока вы эту ситуацию не исправите, до тех пор, пока вы не возьмете все в свои руки, до тех пор, пока женщина не будет ощущать себя полностью под вашей защитой, у вас ничего не получится. Здесь вот, как говорится, вот хоть что-то сделай, да. Здесь до тех пор, пока твой дом будет лежать в руинах, до тех пор, пока ты этим домом не обзаведешься, у тебя ничего не получится. Ты до тех пор так и будешь пожом. Потому что я вижу здесь человека, я вижу здесь человека, который пришел ко мне побеседовать, да, я вижу здесь человека, который императором очень хочет стать, но тем не менее он пребывает в статусе пожа. Почему? Именно потому, что он любит очень расслабляться, именно потому, что он боится каких-то проблем. Любая проблема, любая абсолютно проблема, она приводит его в такой уж дикий ужас, что мужчина убегает, да, убегаешь от проблем. Очень зря ты это делаешь, потому что если ты пойдешь туда, где страшно, если ты пойдешь туда, где, как говорится, страшный ужас, да, тебя ожидает там титул императора. Императором, королем ты станешь только тогда, только тогда, когда ты возьмешь на себя ответственность за женщину. Я еще раз повторю, здесь у многих мужчин, кто сейчас пришел, да, вот у многих мужчин здесь за спиной в руинах лежит его дом, в руинах лежит его семья. И это действительно очень страшно. Мальчики мои, то, что вы, то, что вы делаете со своими женщинами, вот я почему обращаюсь к вам не мужчины, а мальчики, вот до тех пор, пока вы не начнете прислушиваться к голосу разума, до тех пор, вы так и будете пажами, вот в это вот, вы не придете, вы императором не станете никогда, потому что вам просто вселенная не даст, для одного, для вас вселенная вам не даст ничего, а я вижу, что здесь вы мечтаете и о больших деньгах, здесь вы мечтаете о каких-то приключениях, здесь вы мечтаете, ну да, о своей второй половине вы тоже мечтаете, да, и тут, кстати, для того, чтобы все это у вас получилось, вам бы переродиться не мешало, но вы от этого закрываетесь, вам на самом деле, подкидывая вам проблем, вам вселенная дает возможность исцеления, исцеления своей мужской половины, своей мужской стороны, прокачивания своей мужской стороны, потому что идти надо туда, где страшно, здесь смотрите, как снова я вам скажу, здесь только через партнерство, только через достойное партнерство с женщиной вы обретете вот этот вот статус, да, почему я император и императрицу не закрываю, потому что это необходимость для вас, и здесь вот снова, да, опять семейная пара, вот это вот то, что с вами происходит, вы иногда не понимаете, да, почему вы убегаете от проблем, вот это все у вас родительский поведенческий паттерн, да, это родители вам это привили, потому что здесь я вижу человека, у которого папа, скорее всего, сбежал, да, от проблем с мамой, и оставил вас наедине с этими проблемами, да, мама разгребала, и вы поэтому так же и поступаете, вы по жизни точно так же поступаете, да, эта ситуация закольцовывается, закольцовывается снова, и это ваш урок, который вам просто необходимо пройти, вам необходимо вступить на этот путь, снова я не буду закрывать император и императрицу, пусть они вас излечивают, на этот путь необходимо вступить, если вы этот урок пройдете, то вам статус по жизни обеспечен, вам по жизни обеспечено вообще абсолютно все, главное не бойтесь, потому что страх, идти надо всегда туда, где страшно, страх он позволяет расти, вы просто получите все, о чем вы мечтали даже больше, потому что колода все-таки магическая, вам необходимо обрести силу, вам необходимо напитаться силой своих предков, потому что я вижу, что предки здесь были достаточно сильны, и принимать вот эти вот решения, если вы примете решение о восстановлении своего партнерства, если вы примете решение о восстановлении своей семьи, и если вы стабильно будете двигаться в этом направлении, если этот урок вы пройдете, то да, вы действительно станете императором, тут не то, что надежда, здесь все у вас получится, единственное, что вы просите предков вам помочь, И вам действительно помогут, вам обязательно помогут, потому что здесь вы мужчина, у которого в ногах может лежать целый мир, а вы этим как бы не пользуетесь, да, вы все время от этого сбегаете, потому что женщина, которая была с вами рядом, она обладала высоким даром интуиции, эта женщина могла привести вас на трон, а вы ее оставили. И вот смотрите, до тех пор, пока вы не восстановите свой дом, пока вы не восстановите свои отношения со своей женщиной, пока вы не возьмете под защиту тех людей, которые были, а вас за... Вот, посмотрим, что выпало. Да, поэтому перестаньте сомневаться, перестаньте выбирать и двигайтесь туда, да, где страшно. Попросите прощения у своей женщины, попросите прощения, она обязательно вас простит, она вас, скорее всего, услышит. Да, да, и восстановите с ней отношения. Потому что чем дальше вы сейчас зависаете, тем дальше от вас вот ваш трон. Чем дольше вы остаетесь не мужчиной, тем дольше вы остаетесь мужчиной только в своих мечтах, только в своих иллюзиях. Поэтому двигайтесь вперед, двигайтесь. У вас все обязательно получится, мечты ваши исполнятся. Но только через женщину, только так, никак иначе. Ну что ж, я желаю всем счастья, всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok